Василий Шикшин. Рассказ Лёся. Читает Павел Беседин. В двадцатые годы в нашем селе жил и ярко действовал некто Лёся от плащенников Алексея. Рассказывают невысокого роста, смуглый, резкий. Лёся боялись, как огня. Он был смелый, жесток. А чьюга вовсе вышагнул он за черту, когда зарезал собственную жену. Жена, сколько-то прожив с ним, заявила, что хватит больше выносить его гульбу и поножовщину, ей не по силам, и ушла к отцу и к матери. Лёся подкараулил её и дважды под ножом спросил, будешь жить со мной? И дважды решительная женщина сказала нет. Лёся ударил. Наказание выдумали Лёсе диковинное. Год аккуратно ходить в церковь, замаливать грехи. Лёся ходил, демонстративно зевал в церкви, потешая дружков и молодых баб и девок. История, которую я хочу рассказать, случилась позже, когда Лёся, собственно, занимался уже разбоем. Воровал и грабил он не в своём селе, куда-то уезжал. В своём селе он только брал лошадей. Приходит вечером к мужику, у которого хозяйство посправнее, и кони на выезде ладны, и говорит. Дай пару на ночь, к свету пригоню. Мужик давал. Как не дашь? Не дашь, так возьмёт. У правы на Лёсю нету. Власти далеко. Не докричися. Давал мужик коней и всю ночь обмирал от страха. И жали. А ну-ка да пристукнут где-нибудь Лёсю. Или врюхается на воровстве. Да в бега ударится. Прощай, кони. Но к свету Лёся коней пригонял. Судьба пока щадила Лёсю. Зато Лёся не щадил судьбу. Терзал её. Гнал вперёд и в стороны. Точно хотел скорее нажиться человек. Скорей, как попало, нахвататься всякого и уйти. Точно чуял свой близкий конец. Да и как не чуя-то? Узнал Лёся. Живёт в деревне Чокши лавочник. Лавочник расторопный. В скорой Непманские сроки разбогател. Собирался и дальше богатеть. Живёт осторожно. Хозяйство. Лавку охраняет надёжно. Ни под копом, ни под ломом, ни налётом прямым не взять. Думал Лёся. Думал и выдумал. У лавочника была дочь невеста. И девка хорошая. И женихи, конечно, были. Но... Подловил Лёся лавочника. Да не как-нибудь. Там шибко, хитро, сложно. А просто. Как в сказке. Приходит Лёся к некоему Варламу в нашем селе. Варлам держал емщину. Были тройки. Были варламовские шаркунцы под дугой. Сам Варлам фигура. Корпусный, важный. Приходит к нему Лёся и говорит. Будешь, Варлам, этой ночью мне за место отца родного. Как это? Не понял Варлам. Поедем сватать невесту Чоршинскую. Я, стало быть, сын твой. А ты тоже лавочник. Лавок у нас с тобой две. Но одну, мол, починить надо. Вот, закладывай самую резвую тройку. Сам приоденься. Мне тоже, да, еще что-нибудь такое жениховское. Не ной моя косточка в сырой земле. Лёся любил так говорить. Не ной моя косточка в сырой земле. Мы его захомутаем, этого туза. Чего же на ночь-то глядя ехать-то? Попробовал было Варлам оттянуть время и как-нибудь может вывернуться. Так надо. Не разговаривай много, сказал Лёся. С Лёсей много и не наговорисься. Заложил Варлам тройку. Приоделся, случая ради. Дал и Лёсе одежонку, понарядней. Поехали. Приехали. Представились. Отец с сыном, такие-такие-то. Слышали от добрых людей, что? Ну, что говорится в таких случаях? Рассказали про себя. Две лавки. Одна торгует, другую надо отремонтировать. На это почему-то особенно напирал Лёся. Кроме того, желательно невесту и приданное, ну, не всё необходимую часть, увезти теперь же. Чего так? А так потому, что сын завтра уезжает далеко за товарами. А в лавке со стариком остаться некому. А потому уж будет и венчание, и свадьба, и всё. Вот. Дело, как представляется отцу и сыну, стоящее. Лавка в Чакшах, да лавка в Низовке, две лавки. А когда в Низовке отремонтируют ещё одну лавку, станет три лавки. Это уже... А? Чокшинский туз поймался. Лёся, как потом рассказывал Варлам, не засуетился, не заторопился, скорее брать, что дают, а стал нудно торговаться из-за приданного, за каждую тряпку, чем очень удивил Варлама и вовсе успокоил будущего своего тестя. Исчокший в Низовку катили весело. Дёрнули у тестя медовухи. Варлам на облучке вообразил себя ухарем и чуть было не вылетел с языком. Хотел громко позавидовать Лёсиной судьбе. А хорошо и я, извитя, быть разб... И осёкся. Жених обнимал и голубил невесту. Приехали. Изба у Лёси была маленькая, кособокая, и никакого хозяйства. Шаром покати. Градьбы даже никакой. Невеста защуяла неладная. А где же лавки, спрашивают? А вон, одна. Показывает Лёсе лавку в синях. Вот другая. На трёх ножках. Эту надо подремонтировать. Вот. Кое-как удалось потом сбежать девке от Лёси. Отец её подослал своих людей. Они её выкрали. Открытой силой отнять не решились. У Лёси в чёрной тайге дружки. Сундук с добром остался у Лёси. Кончил свои дни Лёся в тайге же. Не поделились с дружками. Награбленное добро. Лёся, видно, по своей дикой привычке торговаться за тряпки заспорил. Дружки под стать ему не уступили. Перестрелялись. Перестрелялись. И вот. Это его конец. А так кончали многие, похожие на Лёсю. Странным образом волнует меня. Не могу как-нибудь объяснить себе эту особенность. Жадничесть. При дележе дарового добра вообще безобразно ценить цветной лоскут в человеке, который с великой лёгкостью потом раздаривал. Раскидывал. Пропивал эти лоскуты. Положим, лоскуты – это и было тогда богатство. Но ведь и богатство шло прахом. Может, так жил в Лёсе вековой крестьянин, который из горьких своих веков вынес несокрушимую жадность. Жадность, которая уж и не жадность, а способ, средство выжить. Когда не выжить, очень просто. Лёся захотел освободиться от этого мёртвого груза души и не мог. Погиб. Видно, не так это просто – освободиться. Не так это просто. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова